Всех приветствую! В эфире канал Неизвестный Фэншуй и с вами я, ее ведущий Дина Орехова. Сегодня у нас очередная встреча, уже седьмая по счету, и будем говорить мы с вами о романтике. Почему я выбрала именно эту тему? Потому что весна, пора любви и тема романтики достаточно актуальна. Еще и потому, что мы сейчас живем в месяц кролика, который является одним из четырех зверьков, которые относятся к таким понятиям в фэншуй, как звезда романтики или звезда персикового цвета. Итак, что такое звезды романтики или звезды персикового цвета? Это такие энергии, фэншуй, которые делают нас интересными, привлекательными для лиц противоположного пола. И если мы эти энергии будем активизировать, то интерес и внимание со стороны мужчин или женщин будет гораздо больше. Поэтому очень полезно знать о таких энергиях, чтобы использовать их себе на благо. Итак, для чего нам нужны эти знания звезд романтики? Ну, во-первых, как я вам уже сказала, что многие... Сегодня время такое, что мы часто сидим в социальных сетях и вживую, когда мы приходим на живые реальные встречи, мы можем как-то комплексовать, как-то чувствовать себя неуверенно. И именно нам кажется, что мы неинтересные, мы непривлекательные. И чтобы повысить свою какую-то самоуверенность, повысить свою харизму, повысить свою женскую привлекательность, нам поможет активизация вот этих звезд романтики. Как, каким образом, мы поговорим немножечко позже. Также очень хорошо использовать активацию звезд романтики, если вы работаете, занимаетесь, например, продажами. И чтобы быть интересными для клиентов, чтобы быть интересными для людей, чтобы вас слушали, именно к вам тянулись, тоже помогает активация именно ваших личных звезд романтики. Итак, как же определить личную звезду романтики? Определяется она по вашему году рождения. Использует либо годовую звезду романтики, либо дневную звезду романтики. Их всего четыре. Это у нас крыса, это у нас кролик, это у нас лошадь, это у нас петух. Вот четыре звезды романтики, или их называют еще символические звезды, которые и определяют нашу привлекательность, нашу... К нам и такой интерес людей и лиц противоположного пола. Итак, какой же конкретно наш зверек, вот этот, какой конкретно относится именно к нам и является именно нашим персональным персиковым цветом или нашей персональной звездной романтики? Если вы родились в год свиньи, в год кролика или в год козы, то для вас звезда романтики будет крыса. Если вы родились в год тигра, в год лошади или в год собаки, то для вас будет звезда романтики кролик. Если вы родились в год змеи, в год петуха или в год быка, то для вас звездой романтики будет лошадь. И звездой романтики петух будет являться для людей, родившихся в год обезьяны, в год крысы и в год дракона. Соответственно, и день, если у вас рождение, такие из этих дней, то точно так же можно определить год романтики. Теперь, как же мы это ищем? Вот здесь, в боковой колоночке, на этой странице, я вам сбросила ссылочку, как рассчитать свой Бадзе. То есть Бадзе – это китайский гороскоп, где можно ввести вашу дату рождения и для вас высветится четыре столба судьбы и удачи. Китайский гороскоп Бадзе, по которому уже можно понять, какой год вы родились и день вашего рождения, зверек вашего дня рождения. Чтобы понять цветок романтики как по году, так и по дню. Для чего нам нужно именно два? Самое основное, конечно, это год рождения человека, потому что именно год – это первое, что принимает энергии на себя, поэтому год рождения, он важнее. Но когда мы делаем активации в квартире, случается так, что сектора персикового цвета у вас, например, нет, так как, например, квартира имеет отсутствующий сектор, раз, или зона персикового цвета, например, погода находится где-нибудь в ванной в туалете, где-нибудь в санузле, что не очень хорошо, особенно в туалете, тогда мы берем для активации именно звезду персикового цвета или звезду романтики по дню рождения. Поэтому желательно, чтобы вы знали и звезду романтики по дню, и звезду романтики по вашему году. Что мы делаем дальше? Кстати, посмотрев свой Бадзи, вы можете увидеть, если у вас в вашей карте Бадзи, вот эти, один из этих четырех зверьков, то есть вот либо крыса, либо кролик, либо лошадь, либо петух. Если они у вас есть, то, в общем-то, вы уже достаточно интересный, достаточно привлекательный человек, и главное правильно научиться этим пользоваться, потому что мы часто не умеем пользоваться тем, что, в общем-то, у нас есть, что дала нам природа. Поэтому знания, возможно, помогут вам изменить ваше видение себя и использование того сильного, что, в общем-то, в вас есть. Что делаем дальше? Дальше. Дальше нам нужна вот такая штучка. Называется она «24 горы». Ее вы можете скачать или получить в инструкциях для девушек, как встретить свою любовь. Вот в боковой колоночке на моем сайте. Здесь ссылочка в боковой колонке нашей встречи. Она тоже присутствует. И вы можете, получив материалы, скачать вот эту табличечку, да, «24 горы» и использовать ее. Кстати, в этой инструкции очень подробно описано, как ею можно пользоваться. как раз для активации персикового цвета. Мы сегодня поговорим немножечко более общее. Если кому-то интересно более подробно, можете скачать вот эту инструкцию и уже непосредственно сделать вот по всем правилам, которые там описаны. Итак, значит, нам нужно Бадзе, как мы уже говорили, и нам нужны «24 горы». Это второе. И третье, что нам нужно для того, чтобы использовать для активации звезду романтики, нам нужен компас и измерение, которое мы сделаем около двери вашего дома. То есть около двери вашего дома мы берем компас, делаем замеры и наносим эти измерения на план вашей квартиры, разделив его на 9 секторов этот план, определяя центр квартиры, определяя, где север, где юг, где запад, где восток. И, соответственно, когда у нас есть на плане определенные разметки, мы берем вот эту табличку «24 горы», накладываем на план нашей квартиры и понимаем, где у нас тот или иной дневной или годовой сектор персикового цвета. И в это место, в эту зону персикового цвета или в зону звезды романтики мы на два часа ставим хорошую дату, естественно. Она рассчитывается в зависимости от даты вашего рождения, либо мы берем хорошую дату, выбираем подсемень, чтобы в этой двухчасовке была хорошая структура и хорошие ворота и хорошие звезды. И в это место ставим свежие цветы. И пусть они стоят в этом месте в течение двух недель, меняя завядшие цветочки на точно такие же свеженькие. Таким образом, сектор романтики у нас активизируется и мы начинаем пользоваться своей романтической энергией для того, чтобы нам как-то легче было в жизни. Не кому-то для того, чтобы встретить любовь, а кому-то для того, чтобы привлечь больше к себе клиентов. Персиковый цвет, если он находится где-то не в очень хорошем месте, например, в туалете, это очень нехороший знак. Это говорит о том, что вас по жизни очень часто сопровождают такие, как так называемые грязные связи. Поэтому, если так случится, что активизировав, например, дневную звезду романтики, вы встретите молодого человека, то не стоит какое-то продолжение вашей уже совместной жизни устраивать вот именно в той квартире, где вот такое положение вещей, где вот ваша звезда романтики находится именно вот в таком нехорошем месте, как в туалете. Поэтому тогда лучше подумывать о том, чтобы переехать. Иначе ваши отношения могут развалиться, вы будете чаще ругаться, кто-то кому-то будет изменять и так далее. Что, в общем-то, не в интересах ни ваших, ни вашего молодого человека. Потому что, когда люди встречаются, естественно, им кажется, что это один раз и на всю жизнь. И дай Бог, чтобы оно, в общем-то, так и было всегда. Вот, в общем-то, кратко я вам рассказала о том, что такое звезда романтики, для чего она нам нужна, как мы ее определяем с вами, как мы ее ищем на плане и как использовать это именно 24 горы, вы можете более подробно посмотреть в инструкции, как встретить свою любовь, скачав ее боковой колонке на моем сайте. www.dinorichova.ru потому что там вам будет более-более понятно и наглядно это представлено. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете задать их либо под постом под видео на ютюбе, на моем канале, либо на моем сайте, либо в твиттере. Я с удовольствием на них отвечу. Итак, сегодняшняя наша встреча была посвящена звезде романтики. Я думаю, что вам эта тема была интересна. И используйте, применяйте себе на благо. Любви вам и счастья и хорошего фэн-шуй всем. С вами была я, Дина Орехова и канал Неизвестный фэн-шуй. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok